ребят всем привет у нас сегодня опять грандиозная уборка у нас опять сегодня в гости сегодня к нам приезжает лёша вы возможно уже видели у нас на канале я ссылочку оставлю в описании на это видео это молодой парень который живет в шенчжене который не рисует а пишет картины в общем ждем в гости поболтаем совместно что-нибудь поснимаем и он сказал что у него есть сюрприз нашей семье это интересно художник и сюрприз что-то что-то такое в общем будет сюрприз какой-то такой катя бегает прибирается я тоже общем помогая решил начало маленько описать и буквально вот скоро должен подъехать привет привет проходите смотрю ты себе технику новую приобрел буду показывать буду рассказывать смотри она вся в краске настоящего художника лучше кстати прикольное качество мне понравилось именно вот эти вот влоги твои как я обещал собственно так показываю это сало показать хоть по него немного осталось это кстати отец солен пахнет вкусно очень сало будешь сам сало хоть так а это ух ты ничего как шикарно выглядит а что за молоточек зачем он вообще понятия не менее ну просто неплохо выглядело спасибо забрал шикарно блин жалко даже открывать такую интересно зачем молоточек это видимо так горлышко не там пока это щёточка смотри щёточка здесь молоточек смотри так что уже это возможно это возможно есть инструкция какая-то здесь щелкается да а вторую тоже или она не да да мне кажется осталось сейчас и оторвать бах разбить печать надо ё-моё вы поняли не разбить печать разбить и смахнуть горлышко можешь но это печать ты же видишь ну наверное я знаю как это штука называется крутяк оригинальный как-то я не знаю водка из сала не останавливается прям короче я видел видел видео да да с квартирами подожди дай я посмотрю где верный денис вопросы а как ты а как ты определил где верный денис вот так смотрите здесь уже прям цветовая гамма совпадает вот вот здесь сюжета не после этих картин ты квартиру так долго нет 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 по поводу рамки по поводу рамки я думал сначала к вам просто с рулонами приехать чтобы не тащиться но я потом подумал что вы я не знаю где вы здесь найдете именно подрамники вот и короче это частичка зимы потому что я уже зиму не видел много дней месяцев вот и это чисто это в общем зима 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 да 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 есть прикольно прикольно мне кажется прямо писать так ты скажи сколько ждать чтобы они это ну задорого потом продать может бог смотрите 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 ли на я скажу расчетливая скотина прям под лампу вешать вот так мне кажется вот так давай бак все ну-ка сейчас 5 сек я вот так вот в общий план смотри близнецы понимаете нет круто круто в общем картина такой несет имя ну-ка попробовать отпустить то что типа 1 пускай чтобы не держать будет стоять нет не будет вот в общем зима да то что мне не хватает то что думаю вам не хватает да да мне понравилось девчонки как вам симпатично красиво подписчиков детей не обманешь людей обманешь детям нравится клево шторы надо тебе поменять что ты натворила придется что вы менять ну круто у нас теперь авторская работа есть у нас дом будет висеть на стене папа папа все разметили все идеально право лево ну что как вам мне нравится не тоже маленечко приукрасила нашу квартиру даже не маленечко нормально ходишь у нас все под кафелем а прикинь сейчас к нам кто не придет да ну просто в гости приходят и сразу же куда глаза дать бросается там не на модульные картины которые мы хотели с тобой до поставить на эту стену да тут такая типа вот авторская работа с подписью лёша там еще печать поставил на заднем холсте или как сказать каждый картине нужен документ на передач ну как история картин но это это на будущее где документ окей да мы кстати на руль надо будет с этим в шинджин все эти как погулять клёво так отролись я смотрел видео кстати у дениса весело было когда у тебя новый влог выйдет в твоем формате но завтра вот китайский будем номер 5 уже будут но они у тебя тут будет вставка потом посмотрите прикольно тебе всем пацаном среди блогов берется над собой и кстати это не это нравится то что у тебя тоже раб рабочая дизайн почему телефон не в краске кстати коленки в краске в курсе где-то я видел вот вот здесь кажется было ну так минимум застой был у меня и я просто подумал куда можно поехать там типа таиланд бали мальдивы типа окей круто но я понял что полтора года я живу в китае и никогда китай не видел традиции такие знаешь как там свадьбы какие-то ну прям там знаешь как село селом знаешь а там же именно там вся культура таится вот я поехал на пять дней где-то 400 километров от шинджиня вот там просто я открыл для себя полностью новый я приезжаю в деревню и одни девчонки и я спрашиваю почему так говорят что в китае на самом деле население намного больше потому что они не регистрируют детей своих и почему девчонки потому что например если мужчина женщина рожает девчонку да то очень плохо они не будут вкладывать деньги в образование в развитии то есть они рожают до мальчика и я такой там типа много вообще просто то есть 70 процентов это при том что в молодняк такой ты снимал там ну то есть то есть выйдет у тебя фильм про деревню да именно про деревню там где-то минут сорок будет но именно с моими комментариями там с ну как только приехал там каждый день по часу по два вот но у меня сейчас последний штрих именно мои бэкграундские комментарии будут это проспект это проспект то есть только в одну сторону и другую нету скажем так места даже для обгона и начинается просто просто за рулем при том что смотрите он на меня еще такой смотрит типа он он нарушает он типа что гости дорогие просим к столу катя среди как накрыл уже симпатяло не так все прям душевненько совершенно такое прям с прослой . разное что тебя вкусно нового года езда здесь самый главный индигредиент это майонез это российским не просто все именно то с того места где мы родом спасибо вообще от души ребята клево такая работа душевная да то есть человек рисовал старался давайте собирался в гости купил человек писал старался какой-то позыв да в общем то есть чего нам не хватает собственно то есть он отобразил зим что еще можно добавить частичка лёша присутствовать будет теперь в нашем доме лёша спасибо пожалуйста за встречи давай чем вы закусываете виски обычно мы обычно закусываем сало салом просто посмотрите на эту прослойку подвяленная соленая прям вообще прям идеально кстати прослойкой вообще идеально это ж надо найти такое стало вкусно лёша это отец мы солил смысле здесь покупал сало или оттуда это отец мы засолил сало потом девочка просто привезла с украины или же видео посылка 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 распаковала посылку да я видимо не видела это то что то что не хватает именно именно то что значит такой пакет как старт пак то что приходится попробовать знаешь я как раз родители попросил чтобы они не передали всего по чуть-чуть или чтобы я хотел еще но этим лучше закусывать друга за друга друга за друга это вторая за друга это на украинском что ребята хорошо сидим вы знаете я просто думаю что у нас остался кусочек сала один как будем делить давайте давайте ну это банально давайте какой-нибудь конкурс давай раз два три стоп 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 руку меня раз два три тик 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 а нет а я накрываю рады ты теперь а ты это бульк 1 2 3 это камень правильно каменного и нужно так ну что ну давай перри блин не давай вот официально забирай все то что ну потому что мы нет ладно нет все выиграла все честно лишь круче сало было я прям вот надо посолить короче отец спасибо большое спасибо респект за сало все ребята посидели очень было круто и спать время много завтра увидимся ребят всем привет это следующий день как вы уже догадались вы живые все вы выспались клёво посидели и за вчерашним разговором поняли то что лёша не пробовал нормальную китайскую еду это кафе одного блюда и в общем мы привели лёшу попробовать настоящую китайскую еду давай давай сначала все разъясним во первых я очень сильно голоден во вторых я не любитель рыбы и в третьих я не любитель квашеной капусты но будем пробовать да и и лёша еще признался то что он не любит чтобы кости были в рыбе как тебе подача а что не кстати они говорят богатые люди кушают большую рыбу но мы вообще не они останутся по нормально но во рту просто как как такое офигенно мягкое желе ну типа просто как будто бы не рыба какая-то даже не жевал да 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 есть такая это 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 хорошо и вкус именно очень вкусно вот этих перцев вот смесь этих перцев они просто придает офигенная офигенный вкус этому блюду вот этот букет специй играет при том что при том что сейчас я как послевкусие идет глаз попробую блинчика маленько да он острый прям совсем чуть-чуть так чтобы это потому что в нем вообще там просто вообще просто космос он такой кисленький мне кажется он такую острую еду не ест лёш ну вот в общем мы все съели да и твое слово как тебе сейчас знаешь как такой кот который очень-очень вкусно безумно приятно даже вот тактильные ощущение от именно рыбы которая просто тает в рту я не знаю я не знал что столько перцев бывает сичуанский красный меньше и больше зелененький черненький круто это все это все играет вот так в рту а при том что от одного перца не имеет рот а другого перца сына потом типа обрывку съел потом вот чайком запил круто спасибо большое ребят это это прикольный опыт с едой лишь уводим по всем нашим злачным местам где мы снимались видео здесь мы видео ребят снимали идем у лёша рассказываем что за 39 и они можно покушать безлимитно поварить пого и выпить любые напитки пиво полу и так далее в общем мороженое со всеми делами в общем лишь вообще не верит ты в шоке в шоке как почему я просто считал сколько нужно пиво выпить за полтора часа чтобы напиться знаешь типо язык чтобы отбить эти 49 и они витя пришел к нам ура молодец витя посмотри оглянись что у нас нового в квартире оглянись пожалуйста постарайся компьютер что что новое лампы лампа новая была лампа была дальше давай вот это половина половина комнаты ну давай еще попробуй еще не будем сдаваться так легко до рисунка до рисунок картина эти картины сделал лёша и это искусство как называется на страх на экспрессионист то есть нету какой-то конкретики настроение в общем что-то такое просто посмотри попытайся типа ну что-то космос да тебе почему бы не да ну почему но у каждой свое видишь что-то лёша изобразил зиму да то есть мы живем на юге китая якобы здесь вот зимы нету снега нету и вот в общем здесь зима потому что есть такая какая-то лёша как раз так этим и занимается он профессионально общем делает картины пишет и в шинчжэне продает да так нормально будет что он видит там рыба рыба увидел а в принципе да может быть даже как бы подводный мир или типа там рыбы плавали а белое это получается уже пузырьки как бы восточной украины да все то есть всего соло сложно сложно понять да потому что есть есть слова все лёша давай все снова было очень приятно приходи еще к нам круто спасибо большая это блин так сложно ладно давай все богатый